всем привет в данном видео продолжим двигаться вперед и предлагаю сделать колесную арку для начала ну чтобы можно было чего-то отталкиваться то есть можно конечно центральную линию строить но я в данном случае это пропущу скажем так вот и попробую построить колесную арку но перед тем как ее строить сделаем такую штуку вот я чуть-чуть сторону отодвинусь и посмотрим варианты то есть какие варианты у нас есть я буду рисовать как там рисовать это уже такое дело это вид спереди то есть у нас предположим центральная линия идет вот тут ну а сама арка вот такой формы да то есть мы вот тут строим кривую определенной степени определенное количество спанов и потом просто-напросто проецируем на поверхность то есть мы спроецировали получили форму вот эту то есть мы сначала построили плоскость потом взяли кривую спроецировали получили форм это первый вариант да второй вариант когда у нас это вид сбоку когда у нас есть арка и мы ну я чуть-чуть отступлю и мы соответственно из этого вида делаем окружность отрезаем ее и потом если смотреть на опять же на виде сбоку да то соответственно ну пускай она будет вот тут мы ее подтягиваем по форме так как нам необходимо то сделаем таким образом да просто кривую именно к форме ну и третий вариант это когда у нас предположим есть например скан мы берем нашу окружность проецируем ее на скан вот у нас получается две кривых то есть одна изначальная вторая вот тут которая уже спроецирована я таким образом нарисую да и потом мы вот эту подтягиваем непосредственно сюда то есть тоже под форму ну как бы это условные такие три варианта ну вот там например 1 до 2 будем миновать так и 3 то есть какой в данном случае выбрать я выберу вот этот 2 просто то есть я поверхность строить не буду и проецировать кривые и вот это подтягивать тоже не буду я просто выберу вот этот вариант сделаю окружность и подтяну ее под форму и все вот здесь важно то какой мы вариант выбираем если ну скажем так арка более ровная в двух видах да то есть сверху вот у нее кривизна небольшая и соответственно сбоку тоже небольшая можно выбрать построение плоскости вот если арка довольно таки по одному направлению имеет большую кривизну то соответственно можно выбрать кривую подтягивать ну здесь варианты такие то есть три способа есть определились я выберу второй то есть возьму просто окружность и плюс оговорюсь что в видео мне предположим способ который который предлагает автор мне понравился то есть видео называется колесная арка соответственно там идет этот процесс построения колесной арки но мне он не подходит вот я все слои сделал прошлый раз но единственный слой который не сделал это надо сделать слой мышь то есть я вот это сюда перенесу вот так да соответственно пишу мышь упускай он называется общем вариантом опять же здесь лучше это конечно вот так вот выдвинуть и проверить да здесь возник вопрос такой скажем для чего был чертеж здесь вот на самом мыши есть вот эти двойные линии вот эти вот соответственно если их убрать то скажем можно ориентироваться какой-то здесь одной хотя они здесь тоже и на чертеже но предположим когда из такого варианта например делать то линия как бы 1 но опять же там просто придется выбирать какую-то из них скажем так я для начала перейду на слой кривых то есть все мы перенесли все мы сделали все распределили нас есть соответственно будем строить кривые вот я в данном случае обычно делаю таким образом ну мне этот способ больше всего нравится я поэтому его делаю примитиве окружность у меня здесь установлена угол 360 сегменты 1 соответственно степень 5 испанов 2 вот такие вот настройки вот я поставлю где-то вот тут вот так я там ее не вижу но можно прямо из этого положения попытаться ее увеличить эту окружность вот она там увеличивается но я ее не вижу поэтому мне желательно конечно ее потянуть вот так просто для начала потянуть дальше мы там определимся что с ним делать то есть по control 5 вызвать информационное окно искать что у нас есть поворот поворот по какой оси по y то есть я поставлю вот так 90 она вот повернулась чтобы центральная точка была наверху ну это почти то же самое что в рина сервисим то есть шов кстати вот все что делается будет здесь будет таким же образом аналогично и в рина вот ничего не будет отличаться ну я просто две программы сравнил понятное дело что там и в какой-то еще одной и еще одной то есть нерпс моделирование будет одним и тем же фактически вот опять же вот эту часть немножко еще увеличу я буду увеличивать это по внешней то есть не по внутренней арке вот этой а по внешней ну я их делю на 2 внешне внешняя получается и внутренняя вот желательно конечно подобраться чуть поближе так чтобы видеть я хочу ее ну только не брать конечно мышь а можно мышь принципе залочить попробовать сделать вот так но тогда он как бы пропадает и его не видно поэтому лучше не ну не учить его единственное брать кривые да и за пределами движения производить вот так сделаю что в этой стороне то есть мне надо его подвинуть я вообще могу это подвигать клавишами то есть иногда удобно сделать клавишами вот я сделаю его вот так то есть меня вот эта часть она устраивает он там попадает ну более менее адекватно можно конечно чуть-чуть еще вот так вот вот эту часть вот таким образом то есть вот мы ее сделали пускай она пока будет такой я возьму сделаю копию ну чтобы уже как бы не идти в инструмент еще разу подвину вот эту часть соответственно приближусь и опять же здесь во первых ее нужно увеличить это раз во вторых ее нужно подровнять то есть ну я с кейлом это все подтягиваю до той степени пока это все не станет на место ну и дальше в то есть вот так меня вот этот вариант вполне устраивает то есть вот и подвинул пускай будет там она немножечко гуляет ну как бы это все нормально то есть у нас две окружности есть соответственно я возьму ограничивающую кривую можно линию можно кривую вообще без разницы и привожусь куда-нибудь ну вот желательно например то есть с control alt привяжусь вот сюда вот так и проведу вот таким образом то есть мне нужна ограничительная линия для того чтобы это все так сказать немножечко ограничивать снизу вот дальше пойду модификацию кривых соответственно curve section инструмент выберу здесь выберу здесь соответственно подтверждаю и срезаю вот она срезалась то есть получается опять же для чего нам нужны были curve temp для чего этот слой нужен вот эту часть можно соответственно в терп темп выбрасывать то есть промежуточные вещи вот вот эти кривые вот эти две кривые я бы в данном случае дух ну из двух спанов бы не делал вот я бы и сделал одним спаном то есть они мне как бы два спана не нужны я бы делал вот так почему так то есть у меня нижняя точка нижние точки вот для управления средние точки вот для формы и верхние точки для подтяжки на нужное место то есть я скажу согласен они вот в одной плоскости обе пока что вот можно вот эту просто-напросто немножечко оттянуть чуть-чуть чтобы она там не мешала потому что все таки будем на виде спереди еще все это дело отсматривать вот в данном случае не знаю здесь арка правильная неправильная но как бы будем ориентироваться по ней то есть я возьму кривую подвину ее вот так она здесь поворотом чуть-чуть арка то есть вот я приблизился сюда а тут она уходит вот в эту часть ее можно сразу повернуть чуть-чуть то есть сделать поворот немножечко можно потом сделать но в принципе наверное скорее всего я позит ее вот так вот чуть-чуть поверну совсем немножко и в этом случае теперь будет удобно работать непосредственно с этой частью я чертежи отключу то есть они мне сейчас данный момент пока не нужны потому что здесь необходимости у них особо нет вот теперь берем свишки да и соответственно тянем то есть мы тянем по внешней вот так вот сюда мы их притянули то есть почему по внешней то есть внутреннее идет вот внешне идет вот ну и тут как бы опять же для более тонкого управления всеми этими делами лучше всего использовать клавиши то есть клавиши позволяют совсем мелкие движения делать совсем совсем чуть-чуть вот там три раза щелкнуть в сторону и получить адекватный вариант вот возвращаемся вот сюда и попробуем это все дело посмотреть здесь как бы желательно сделать что здесь желательно все это дело совместить более менее ближе к мыши мы просто на данный момент по вот этим всем частям будет я опять же двигаюсь непосредственно клавишами то есть по вот этим всем частям ну чуть чуть больше времени уйдет на так сказать подгонку да поэтому ну то есть здесь ситуация вот такая здесь можно чуть-чуть дальше выдвинуться вот чтобы она вышла а нижнее чуть-чуть подтянуть то есть вот этими всеми подтяжками управлениями мы соответственно это все садим на место ну вот тогда пускай она там будет но я все равно буду проверять потому что здесь такой вариант она она вот там пляшет и гуляет вот поэтому желательно я среднее трогать не буду получается вот в этом случае то есть мне как бы желательно чтобы она вот тут села вот тут вот она получается чуть-чуть можно ее еще подтянуть в этом случае и вот тут можно тоже ее чуть-чуть подтянуть то есть зажать если хочется так сказать более аккуратно это все делать установлен шаг ну я поставлю где-то 50 вот тогда x y z и соответственно по у потяну это все еще туда то есть мне желательно чтобы она попадала четко на сам мэш вот где-то там она касаться конечно не будет тут вот такой вот вариант интересные в плане того что если я одну часть немножко подвигаю то соответственно у меня уходит и то есть если заднюю подвигаю на переднюю уходит здесь можно сделать так можно взять эту кривую перенести у нее точку опоры то есть перетащить вот туда и сказать что это поворот по z только здесь как бы получается такой момент что нет нет возможности ну шаг контролировать вот я сделаю так то есть я там ее чуть-чуть повернул она у меня вот тут немножечко еще отходит вот я должен по идее наверное 2 трогать вот эти части то есть эти две свишки вот немножко это дело вот так подтянуть то есть но здесь меня устраивает этот вариант здесь можно чуть-чуть еще выдвинуть нижнюю часть то есть получается вот такими вот мелкими шагами здесь вот как бы не то чтобы прям плохо но немножко не не хорошо то что вроде как попал то есть я ставлю вот так то есть меня в принципе это устраивает здесь здесь тоже будем считать там некоторые мелкие отклонения есть но мне кажется как бы ситуация такая здесь стоит или не стоит вот эти нижние части растаскивать вот чем беда если их растаскивать тогда внутренне надо будет чуть-чуть сжимать ну то есть как бы получается у нас если арка идет нормально вот она идет да то мы вот эти части должны чуть-чуть расширить то есть они не повторяют вот эту форму здесь можно сделать так если взять цивишки вот эти на сказать что у них пиво по центру соответственно сказать скейл и потянуть потянуть это потянуть до какой-то степени мы предположим вот так чуть-чуть вытянуть вот эту часть тогда нам придется вот эти вот эти тоже сказать пивот по центру скейл и вот это вот загнуть до того момента пока нас это не устроит ну вот предположим вот так но тут еще такой так сказать такой момент что желательно смотреть на вот эту часть до чтобы она там более-менее это все дело повторяла и желательно смотреть вот что там у нас уходит уходит у нас верхняя часть тоже свишки уходят то есть тут получается ну как бы несколько таких движений надо будет делать для того чтобы отравнять это все более-менее адекватно я вот оставлю так тут вот она выше не заходит я искали исправлять ее не буду потому что форма самой кривой изменится поэтому я трогать это не буду ну вроде как есть на попадание и конечно можно чуть-чуть подтянуть ну уж проверить вот ее конечно лучше чуть-чуть посадить так как необходимо здесь кстати вот эти свишки вот эти опять же можно еще по скейлить чуть-чуть до того момента пока они не сядут непосредственно прям на мышь вот верхние тоже ну как бы возня понятное дело но лучше сделать изначально хорошо чтобы потом все это не превращалось свистопляскова потом в других местах вот то есть я сделаю вот так ну можно даже еще чуть-чуть потянуть хотя здесь лучше смотреть конечно по линии то есть ну вот оставим так там она чуть-чуть будет отклоняться единственное что я сделаю попробую вот эту часть то есть вот эту кривую соответственно чуть-чуть подогнать подогнать ближе опять же здесь зависит где подгонять можно подогнать только свишки вверху вот и она станет на свое место как и должна быть ну то есть вот таким образом опять же здесь можно очень аккуратно это все посадить ну эти вот так и соответственно нижняя чуть-чуть совсем только лучше конечно пользоваться вот этим инструментом вот он дает более-менее нормальный вариант по трансформации то есть вот эту часть сделали вот так ну понятно там как бы можно это конечно еще дольше выравнивать но уже не буду то есть вот это первое соответственно делаем то же самое вторую но вторую наверное скорее всего надо будет переключиться в бэк вот поэтому идем на вид сверху и то же самое то есть я почему понятное дело это можно промотать вот эту часть потому что она такая скажем более дотошная плане построения и соответственно можно проматывать это все дело понятное дело что мы как бы должны понять так сказать основные принципы и все что с этим связано то есть я думаю что у меня времени конечно уйдет много на вот эти подтяжки но я лучше один раз сделаю нормально вот чтобы потом не возвращаться здесь еще вот такой момент что если предположим не видно какую-то часть то лучше переключаться или там настроить шейдер здесь есть возможность например поставить диффузный и тогда он меньше получается свет отрабатывает поэтому такая вот ситуация получается то есть потихонечку это все дело подравниваем да я прям завожу внутрь вот завожу внутрь и потом вот этими ну я сделаю вот так она немножечко мне мешает там то есть вот эти кривые я сделаю invisible чтобы не мешало вот и соответственно вернусь вот сюда то есть желательно конечно найти линию по форме и все это дело потихоньку подтащить вот но повторяюсь лучше мелкими шажками ну и плюс просматривать с другого вида да то есть как она там садится как она не садится то есть мне желательно что мне желательно чтобы моя кривая вот она как раз в этом месте мне нужно вот на мэш вот тут вот здесь sehr센 так нука переворачивается если перевернулась возвращаемся домой да опять же если улетели то кнопочку на место вот мне желательно чтобы вот это место вот это место прям сидела на мэше ну вот она сидит вот меня это устраивает опять же и вот это место мне Желательно, чтобы сидела на мыше Она там чуть-чуть не сидит Но тут получается такой момент Я могу опять же взять кривую Перенести точку опоры вот сюда Если что-то там не получается То соответственно чуть-чуть по Z Это все дело вот так вот повернуть То есть не обязательно там двигать CV-шки в разнобой То есть я не хочу каждую CV-шку трогать Одну, вторую Вся эта кривая будет волнистая по итогу Потому что пятая степень То есть она будет Если бы была, предположим, вторая степень Мне бы было глубоко без разницы Поскольку здесь CV-шек 6 То, соответственно, если я каждую начну дергать У меня волнистая получится кривая Я должен получить ее ровную Поэтому я вот таким вот образом это все подкручиваю Подворачиваю Чтобы оно более-менее адекватно садилось на мышь То есть если там где-то есть внутри провалы Которые не отображаются по мыше То меня это как-то особенно не напрягает Здесь бы, конечно, тоже по большому счету Сделать такую же самую, так сказать, манипуляцию Форма у нас сильно не пострадает То есть изменения большого не будет То есть ставим точку опоры по центру И потихонечку это все дело вот так вот расширим Нижнюю часть, чтобы она была более-менее параллельна То есть мы смотрим вот эту линию Вот эту И вот эту Здесь она похожа Здесь она вроде как похожа И потихоньку это все дело, так сказать, доводим до того состояния Которое нам необходимо Вот, поскейлим назад То есть сначала вперед, потом назад И можно тут скейлить прям внутрь Вот она за линию зашла, да, внутрь зашла Но поскольку я буду верхнюю вот эту часть поправлять То она выйдет наружу То есть тут как бы такой момент То есть и вот эту часть вернуть Чуть-чуть вернуть назад На линию То есть ну где-то вот так Вот и нижнее чуть-чуть еще тоже подровнять То есть ну как-то Как-то наверное вот так То есть она там ушла Вот здесь вот ушла Вот здесь ушла Ну если кривая уходит То в принципе у нас есть тоже возможность Опять же взять вот эту сивишку и вот эту Потому что они влияют, так сказать, на форму, да И взять трансформ сиви И совсем-совсем чуть-чуть это все дело выдвинуть Не обязательно много Тут важный вариант только вот это место Вот это место фактически Вот И вторая часть это вот Вот это место То есть И вот их нужно чуть-чуть подвинуть То есть получается Как бы вот эти две я все равно выдвину еще наружу Вот они выйдут, да А вот эти две я просто возьму и потяну внутрь Ну тут на сколько их тянуть Как бы я буду ориентироваться по вот этой То есть там если та часть будет больше Дальше То соответственно То есть я дотяну Ну вот так, например То есть вот таким образом Ну и соответственно проверю вот тут Она должна была сместиться ближе Ну то есть она сместилась Вот она почти там, где необходимо Опять же Такой вариант Если мы ближе подъезжаем Они вот пропадают Если дальше отодвигаемся То они появляются То есть кривая Ну если прям сильно хочется То можем ровнять там до бесконечности Все это дело подтягивать Можно вытащить вообще серьезно сильно То есть среднее А вот этими подкорректировать тоже сильно прям внутрь Ну то есть такие шаги Ну лучше это сделать вот Так сказать в начале Потому что потом это будет уже сделать Ну во-первых Не сильно интересно и тяжелее Вот То есть вот таким вот образом Я почему ее так Скажем Ну да тошно сильно Вот эту можно кстати одну Вот эту Вот Там в ту сторону оставить А вот эту чуть-чуть одну сместить Чуть-чуть совсем Чтобы она там Ну она больше здесь на этой стороне Имеет кривизну только Вот одну я сместил и все Все равно линия там Ну она чуть-чуть будет изгибаться По ипюре Но Вполне это можно сделать То есть вот эта часть Она больше завернута То есть Вот это более плавнее Вот это более скажем Уходит внутрь Поэтому сделать вот так То есть соответственно Скайдь визибл Вот оно у нас все это дело есть Наша арка Выделяем наши кривые Соответственно делаем off Выключаем пока что Теперь получается Такой вопрос Я пока включу Вот эту ограничивающую кривую Ну и соответственно Временно меш Выключу У меня Вот тут на этом слое Пока что симметрии нет Я ее включу Чтобы видеть Симметрия у меня стоит Пунктиром Поэтому Можно не пунктиром Можно пунктиром И тут теперь такой вариант То есть Внутренние Вот эти внутренние Мы сделаем Оффсетом Вот этим инструментом Curl Offset То есть не просто Оффсетом А Curl Offset Здесь есть Автоматическая Автоматический тип Построения Оффсета CV-шки Оффсет Explicit Control Original У меня стоит Original То есть у меня там Пятая степень Мне нужен Original Я могу поставить Explicit Control Сказать пятая степень Один спан Ну я поставлю Вот так То есть возьму Ну симметрики Я брать не буду Соответственно вот И здесь у меня Должно стоять Минус 60 Вот Там даже Если она не попадает Каким-то образом Чудесным Она не попадает Предположим Где-то Ну-ка Даже Так 50 это мало То есть Тут должна стоять 60 Вот так вот Должно быть Ну-ка То есть Если она где-то Здесь чуть-чуть Не попадает У меня уже Это сильно Вообще Не интересует То есть Это 60 Соответственно Вот это 70 То есть Вот эта часть Минус 70 Вот так Там 75 Если поставить Будет много Но То есть Я срезаю Получается Внутреннюю Вот эту часть Но я больше Буду по кривой Ориентироваться То есть Сделали вот так Да Ну-ка То есть Если меш убрать У нас получается Вот такой вот момент Я вот этих Всех кривых Удалю историю построения Вот так Вот И соответственно Сделаю Extend То есть Я беру Extend Merge И мне этот Extend Нужно сделать До этой линии То есть Ctrl-Alt Привязался Пришел Ctrl-Alt Привязался Пришел Вот Оно там Чуть-чуть Сместится На форму Это не повлияет Вообще Никаким образом Вот Но по ограничивающей Линии Я просто Сделаю себе Вот такую вот Штуку Вот Соответственно Возьму Сделаю Вот так И получу То что Необходимо Выключу Промежуточный Слой Вот Наши колесные Арки Они там Немножко Не соответствуют Чему То есть Если взять Мэш Включить Взять Внутренние То есть Вот эти Вот эту И вот эту Их нужно Выдвинуть То есть Они вот Не доходят То есть Я скажу Move И Потихонечку Это все дело Подвину Вот так Да Можно их Одинаково Двигать То есть Выделяем Обе И двигаем Одинаково Чтобы На одинаковое Расстояние То есть Ну В принципе Там Наверное Чуть Чуть Внутрь Не хочется Запускать Можно Опять же Сделать Тут На Виде На Вот Этом Да Ну Мы Не Увидим То есть Получается Мы Не Видим Как 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 Вообще По Каким Агоритмам Там Гнется Он Вообще Там Кривой Поэтому Как бы Вот Поэтому Сделаем Так Вот Я их Выдвинул И у меня Теперь Есть Возможность Соответственно Стать на Surface Work Я Пока Их Сделаю Так Чтобы Они Были Но Это Те Поверхности Которые Не Особо Так Нужны Пока Что Но Они Не Имеют Такой Большей Ценности Соответственно Я Возьму Skin Здесь Connect End Чтобы Они Там Приконнектились 5.1 3 То есть Если По Сетке Смотреть Вот Она Вот Такая Но Вот Тоже Такой Вариант Как Может Быть Лучше Сделать Вот Тут Вот 2 Спана Вот Так Теперь Я Бо Конечно Сделал Б И 3 То Есть Тут Еще Зависит От Вот Этих Всех Вещей То Можно Сделать Предположим 6 Разделить На 2 Будет Более Менее Но Можно Сделать 5 Вот Так Разделить На 2 Части И Мы Получим Такую Вот Сетку Ну Сетка Здесь Конечно Не Особо Хорошая В Она Вот По Вот Этой Форме Так Поэтому Я Обычно Всегда Делаю 2 Спана Ставлю Чтобы У меня Была Вот Здесь Центральная Часть Которая Я Могу Привязаться Вот И Тут Же Тут Же Ну У меня Такое Так Скать Предложение Вот Мы Историю Построения Оставим В любой Момент Мы Это Все Можем Изменить Здесь Вот Она Надута То Вот Надута До То есть Proportional crown Стоит Соответственно 0.1 Я бы Здесь Поставил 0.01 Ну Или 0.02 То есть Чтобы Она Совсем Чуть Чуть Была Еле Еле Как бы Ну И Соответственно Если Это Все Посмотреть Вот Так Да То То есть График Кривизны Ну Поставим Пускай Будет 9 Вот У Нее Там Чуть Чуть Вот По Вот Этой Кривизне Там Чуть Чуть Есть Не Сильно То есть Не Надо Ее Сильно Надувать Ну И Оставим Это Вот Так То есть Локаторы Удаляем Все Она У Нас Есть Это Поверхность Соответственно Мы Ставим Вторую Такую Же Вот Здесь Connect End Только У Нас Здесь Proportional crown В другую Сторону Поэтому Желательно Все Это Дело Исправить Вот То Мы Сделали Первые Поверхности И Мы Тоже Сделаем Симметрию Вот Так Ну Соответственно Включим Mesh Можно Конечно Делать Таким Образом Я Обычно Проверяю Так То есть Если У меня Есть Поверхности Есть Mesh Я Я Просто Здесь Включаю Другой Цвет Ну И Там Отклонения Конечно Есть Но По форме Все нормально Она Соответствует То есть Все Хорошо Вот Такая Часть То есть С этим Мы справились Все Здесь Вполне Адекватно То есть Я Больше Времени Потратил На Вот Эти Все Подвижки Севишек И Получил Нормальную Адекватную Часть По Поводу Арок То есть Они Еще Есть История Построения И Мы В любой Момент Это Все Можем Изменять Ну Рекомендую Это Все Подвигать Посмотреть Можно Сделать Разными Способами Для того Чтобы Разобраться Какой Больше Подходит То есть Мне Предположим В данном Случа Я выбрал Второй Вариант То есть Просто Подтяжка Севишек Кривой По Форме Вот Можно Попробовать Построить Таким Ж То есть Три По Горизонтали И два По Вертикали Ну В степени Соответственно По Двойкам Мне Легче Например Нижнюю Поставить На Место Средней Подкорректировать Форму Верхнюю Поставить На Место Ну То есть Нижняя Точка Должна Быть Здесь Верхняя Точка Должна Быть Здесь А Средней Я Уже Корректирую И Потом Просто Построить Кривую Спроецировать С помощью Матч Ориджинал На То есть Кривую Спроецировать На Поверхность И мы Получим Степень И Спаны Такие же Как у Оригинальной Кривой Вот Можно Спроецировать На Мэш Оно Даст Более Точное Скажем Попадание И Подтягивать Но Если Мы Спроецируем На Мэш То У нас Может Получиться Волнистая Кривая Вот Поэтому Ситуация Вот Такая С Этой Частью То есть Получается Пока Что На Данный Момент У нас Колесная Арка Мы Оставляем Полностью В покое Она Меня Полностью Устраивает На Этом С Данной Частью Все Продолжение следует